Всем привет! Итак, вчера завершился матч Века. Владимир Кравник, Хосе Мартинос Алькантара. Самая интересная его часть, которая проходила в онлайне. Можно много про это говорить, я вам хочу показать кое-какие вещи, обратить ваше внимание. Выводы вы сделаете сами, хотя я определенные выводы сделал уже во время стрима. Итак, начнем. Если честно, то я планировал вам показывать только концовочку. Но вот мы видим, давайте вот, видим на доске, что Алькантара привез уже минуту Кравнику. Тоже есть вопросы, каким образом это все было сделано. Но сейчас начинается самое интересное. То есть после раздумий он делает слабый ход конь Е4. у Кравника минута 52 в этот момент, и он начинает палить время. То есть это вот только сегодня я решил это показать. То есть ход конь бьет Е4 напрашивается, но есть еще ход неплохой ферзь бьет Б7, он сильнее. 7 минут на конь бьет Е4. Алькантара думает над ходом слона А4, хотя этот ход просто обязательный. Сейчас я буду периодически нажимать паузу и объяснять, что я хочу этим сказать. То есть вот здесь. Ну ясно, что ДЕ слон бьет Е4, это крайне неприятно. И на слон А4 ферзь бьет Б7. Столько секунд палить на слон А4. Итак, у Кравника 1.39. Ход ферзь бьет Б7 строго единственный. Верите ли вы, что шахматист уровня Кравника над единственным ходом будет думать... Сейчас покажу вам сколько. Это вопрос к Владимиру Борисовичу, если он увидит этот ролик. Сколько вы тут продумали? Да я уверен, что ферзь бьет Б7 как единственный ход. Ну, может 2-3 секунды было потрачено. Смотрим сколько съедено. То есть просто ждем, смотрим сколько времени над единственным ходом думает Кравник. Почему это важно? Ферзь бьет Б7. 8 секунд. Ладно, идем дальше. Я считал, что здесь черные должны ходить ладья Ц7. Следует ход слон бьет Д1. После ферзь бьет Е7 у белых, на мой взгляд, уже стойкий перевес. И ход ферзь бьет Е7 опять единственный. И съедается практически 10 секунд. Дальше. Грубая ошибка. Слон бьет Е2. У белых висит конь Е4. Висит конь Д3. Минута 28. Ход конь С5 в таких позициях делается опытными шахматистами. При мувом неопытный Кравник должен потратить на него 2-3 секунды. Смотрим. Было 1.28. Я понимаю, что большую часть времени мы смотрим, ничего не слышим. 1.28, напоминаю, было изначально. То есть я подозреваю, что вот именно с этого момента Ческом начал воровать у Кравника время. Каким образом, вы увидите позднее. И так уже полминуты над единственным ходом думает Владимир Борисович. Да, 0.58 вы видите. А было 1.28. Слон бьет Д3. Коль бьет Д3, тут 2 секунды. Хотя, казалось бы, а где добавление в 2 секунды? И снова раздумья. Я считал, что надо ходить, что можно пойти в Ферзь Б4. Вот длительная раздумья Кравника. И опять же, так, было 0.56. Выбор, на самом деле, между Ферзь Д6 и Ферзь Х4. Потому что вилка Ладья Ц4 должна быть замечена тоже достаточно быстро. Больше 20 секунд уже потрачено. Почти полминуты на ход Ферзь Д6. Ферзь Д6, 2 секунды вернулось. 31 секунду. Я не верю в это. Ну, ладно, мало ли во что я не верю. Дальше, вот сейчас до самой важной части мы дойдем. План Белых очень простой. Да, слона на Ф1. Пешку Д4 не отдать. Сколько времени потрачено на практически единственный ход Ферзь Ф4? Еще 8 секунд съедено. 5. Плюс 2, 7 секунд. Это может быть. Нет хода Ладья Ц4. Позиция Алькантары совершенно безнадежна. И вот самое важное. Ладья Ц7. 0,21. 0,20. 19 с чем-то. Крамник ходит слон Ф1. Мы видим у него 19,5 секунд. Это очень важно. Поэтому обведено кружочком. Кружочком обведено. 19,5 секунд мы видим у Крамника. Молниеносно ходит. Не молниеносно, кстати. Да. Алькантара думает. Играет здесь Ферзь А5. Стоп. Вот. Ферзь А5. У Крамника практически 19 секунд. То есть на то, чтобы остановить время, я сейчас тоже нажал. Нажал, значит, на кнопочку, да. И что происходит. Сейчас мы будем сидеть 19 секунд. И, ну, на испанском канале можно было наблюдать, как Владимир Борисович думает. А еще бы ему не думать. Еще бы ему не думать. У него на мониторе 100% было видно, что Алькантара не сделал ход. Не сделал. А флаг упал. Вот. Значит, что идет дальше? Дальше я начинаю разбирать вот этот момент. И обнаруживаю очень забавную вещь. Что ход Ферзь А5. Сейчас. Вот я разбираю. Мы видим, что 19,5 секунд есть. А, это я комментирую еще, да. Вот. Я начинаю разбирать этот момент. Сейчас. Вот. И мы доходим до вот этой позиции. Обратите внимание. Вот до этой позиции. Сделан ход Слон Ф1. Последний ход. Вы видите? И у Крамника написано 0 секунд. Он не успел сделать ход Слон Ф1. То есть, Часком Пупа своровал у него по Часкому 23 секунды. Потому, что было видно на моем мониторе 19,5. Но, ясно, что А4, ну, при 19 секунд в этой позиции, даже шахматисту моего уровня, отнюдь не уровня Крамника, более чем достаточно для того, чтобы сделать нужные ходы. Ну, какие выводы я сделал. Я сделал самые логичные выводы. Часком. С какого-то момента начал жестко лагать или там, в общем, каким-то образом воровать время у Крамника. Связь у них должна была быть одинаковой. У Алькантары ничего подобного не обнаруживалось. Никаких длительных раздумий над обязательными ходами. То есть, это тоже можете посмотреть видео на испанском канале Дивиса. Вот. Ну, что я хочу сказать. Если у кого-то есть другое объяснение, кроме того, что Часком просто в наглую подыгрывал Алькантари. Объясните. И объясните, как при нуле секунд поражение после Слон Ф1 не засчиталось. А Хосе Мартинус успел сыграть Ферзь А5. Как это может быть? Как? Кто разбирается? Пожалуйста, поправьте меня. Я никогда категорически сейчас стараюсь не утверждать никаких вот вещей. Но в данном конкретном случае я вижу, что Владимир Борисович якобы засыпал над единственными ходами по полминуты. А апофеозом этого стало то, что он успел сделать ход Слон Ф1. А на Часкоме написано, что нет. Секунды были съедены даже до ответа Алькантары Ферзь А5. Ну, в общем, как бы я и на стриме говорил, что с Часкомом у меня все понятно. И как минимум до лета. Вот, как минимум до конца лета я там играть не буду. Всем спасибо. Если кто-то знает, как еще это можно объяснить, пишите в комментариях. Все, спасибо за внимание. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok